Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной передаче, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Великая борьба между Богом и сатаной, между добром и злом. Какую роль в этой битве Бог предназначертал мне и тебе? Как нам устоять в последних событиях, о которых говорят библейские пророчества? Как быть убежденным в том, что ты принял Божью печать, а не начертание зверя? Мы приглашаем вас быть не только участниками этого исследования, но делиться библейской истиной, Евангелие со своими друзьями. Помните, что ваша активность в интернет-пространстве, тогда, когда вы нажимаете кнопку «Нравиться», «Поделиться», «Подписаться», когда вы пишете в комментариях, откуда вы смотрите передачу, ваши мысли об этой теме. Когда вы копируете ссылку на христианские передачи и рассылаете своим онлайн-друзьями, круг людей, которые знакомятся с Богом, расширяется. Наше желание и молитва о том, чтобы наши близкие, наши друзья, наши родственники могли познакомиться с Библией, с Богом, и обрести радость спасения. Мы приветствуем тех, которые смотрят передачу не только в Молдавии, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Спасибо за приветствие с Миннесоты, США и других городов и стран. Господь да благословит там, где вы находитесь. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, семья Горощук, пастор Василий, его супруга Галина. Добро пожаловать. Мы, люди, ограниченные, мы нуждаемся в Божьем мудрости, в Божьем водительстве, и я приглашаю, чтобы мы просили об этом в молитве нашего Господа с нашими друзьями прямо сейчас. Помолимся. Любящий Господь, обращаемся к Тебе как к великому Богу и любящему Отцу. Спасибо Тебе, Господи, за все благословения, которые Ты проявляешь каждый день по отношению к нам. Спасибо Тебе за свободу, которую мы можем еще размышлять над Словом Твоим и просим Духа Святого и Твоего присутствия для того, что над размышлением Слова Твоего будет с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня нет человека, который был бы равнодушным и не следил за новостями, которые сообщают о напряжении в политическом мире, о угрозе войны, которая распространяется от одной к стране, к другой. И люди, и перед этими политическими обстоятельствами, и теми библейскими пророчествами, о которых мы говорим, они думают, ну, какое бы принятие решение, ну, в какой бы стране бы спрятать, поехать эмигрировать, чтобы было более безопаснее, в каком бы бункере спрятаться, куда бы вложить свои средства, чтобы не прогорели они. Другими словами, как устоять и пережить в том последнем испытании и в том большом конфликте, который вовлечет каждого человека. Скажите, пожалуйста, что нам может, как приготовиться и что нас может сделать способными устоять и пережить этот конфликт и это последнее испытание, которое будет на планете Земля? Да, это очень важный такой глубокий вопрос. Я думаю, что об этом размышляют многие люди и думают, потому что люди понимают, что-то происходит в этом мире, и мы, наверное, подходим к какому-то определенному серьезному кризису. И каждый из нас, наверное, желает удостовериться, где я нахожусь, и где правда, где ложь, то есть где истина, и где поделка. И для нас, живущих людей в это особенное последнее время, нам может помочь только один источник, это Священное Писание, то есть Библия. Почему? Потому что она может разоблачить стратегию лукавого или тех злых сил, которые пытаются изменить ту истину, которую Господь имеет через это Слово. И если мы будем знать это Слово, то тогда мы можем быть в безопасности. Но если мы не будем обращаться к этому источнику, к этому оригиналу, то тогда есть все возможности, что мы можем быть потеряны. Почему? Потому что если обратиться к Священному Писанию, Псалмист Давид еще в древности говорит, Священное Писание — это светильник, освящающий наш путь. Или же апостол Петр говорит, «Ибо мы имеем вернейшее пророческое Слово, которое научает, обличает, наставляет, то есть открывает нам тот путь, который важен для нас. И Бог открывает нам этот путь через Свое Слово». Спасибо. Я в связи с этим вспоминаю слова Евангелия Теана о том, что познать и истину, истина сделает свободными. Мы можем быть свободными от обманом, если знаем истину, которая отражена в Священном Писании. Мы можем знать, что нам делать, какие решения предпринимать, как нам жить, если у нас в руках есть светильник. В жизни каждого человека бывает такое состояние тьмы, когда человек не знает, просто не знает, что делать, куда идти, где прятаться, какие решения принимает. И, наверное, обращение к Библии, оно и выводит человека из тьмы к свету, потому что он начинает осмысливать и понимать о том, что ему нужно делать сегодня и как сегодняшнее решение может повлиять на его жизнь завтра. Знаете, что немаловажно, даже многие люди сегодня считают себя верующими людьми, обращаются к Священному Писанию, то есть к Библии, но если они не принимают всю Библию как источник истины, они тоже могут быть обмануты. Почему? Потому что, опять же, возлюбленный ученик Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 5.39 все Писание, не часть. Некоторые говорят, нужно только Ветхий Завет, потому что там Бог, там Иегова. Другие говорят, не, не, это было в Ветхом Завете, нам нужен только Иисус в Новом Завете. То есть люди делят Ветхий на Старый и так далее. Или некоторые книги, это для нас, это не для нас. Но когда мы читаем, да, именно этот стих, все Писание, да, не, исследуйте Писание, вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, говорит Иисус. Поэтому для нас очень важно, что говорит, как Ветхий Завет, так и Новый Завет. И тогда, если мы будем следовать этой истине, то тогда мы будем безопасны. Ну что, нам необходимо не только об этом говорить, в это верить, но, наверное, и практически прямо сейчас применить. И вы процитировали послание Петра о том, что мы имеем пророческое слово, и мы, и вы хорошо делаете, если обращаетесь к ней. Наверное, будет хорошо, чтобы мы обратились вместе с нашими друзьями к этому пророческому слову. И известная книга, книга Откровения, Апокалипсис, последняя книга Священного Писания, которая говорит о том, чему надлежит быть. И вот что пугает, что пугает, и что непонятны люди, вот несколько текстов, это 13 глава книги Откровения, 16-й, 17-й, 17-й текст. Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. И второй текст, где уже говорится о печати Божия, 7-я глава книги Откровения, 1-й и 2-й стих. «После сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, и видел я иного ангела, восходящего от востока и солнца, имеющего печать Бога живого». Здесь упоминание двух таких знаков. Печать Божья и начертание зверя. Интересно, что в одном тексте говорится, что печать на челе, а в другом говорится, что начертание ставится на руку и на чело. Сразу представляешь, если буквально это понимать, представляешь какое-то такое учреждение, туда всех сгоняют людей под дулами автоматом, и какая-то система, какой-то робот выжигает кому-то QR-код на лбу или на руке, и только с этим QR-кодом ты или с этим числом можешь пойти, приложить и купить хлебушек, зайти в троллейбус, оплатить коммунальный, ну, вообще жить и пользоваться благами того, что необходимо для содержания. и поэтому люди очень с особым страхом и подозрением относятся к этот цифровый перевод в цифровой формат и документов, и денег, и платежных систем, и карточек, и личного номера идентификационного. Во всем этом человек с подозрением усматривает, что это, наверное, не то ли это начертание, о котором говорит книга Откровения. Но прежде чем мы поговорим о том, что такое печать и что такое начертание, мне непонятно, вот скажите, вот почему начертание ставится и на чело и на руку. Что это значит? Печать Божье это ставится на чело, то есть чело указывает на разум, и это представляет собой такое сознательное решение служить Богу, а начертание зверя ставится, как вы уже сказали, на чело и на руку, то есть это поступает как все. Кому-то на чело, а кому-то на руку. То есть это люди, которые поступают как все, плывут как бы по течению, и вот этим они принимают ложь сатаны. И иногда вот такая бывает альтернатива, может быть, даже принимают ложное поклонение, даже под страхом смерти. То есть если человек выбирает Божий путь, то он это делает сознательно, то Господь не приемлет, когда человек что-то делает, но не потому, что он этого хочет, и так он и решит, ну, как все. То есть для Бога важно не жертвы, то есть не обряды, ему важно, чтобы человек это сознательно понимал. А то, что связано со зверем и другой системой религиозного поклонения, здесь кто-то делает это сознательно, а кто-то это делает не потому, что в это верит, а потому, что боится потерять экономические блага, или карьеру, или работу, а может быть даже жизнь. Поэтому очень важно понимать, что ты делаешь и почему ты делаешь. Но если мы говорим о печать Божьей, что это за печать такая Божья, и как быть уверенным, что она у тебя есть, что ты запечатлен этой печатью? Знаете, в это время то, что указали немножко выше, многие люди сегодня об этом не только думают, говорят, но есть и разные толкования, то есть и печати Божьей, и начертания, то есть как действительно оно может быть. Но мы должны понимать, что вопрос печати Божьей, начертания зверя, это вопрос вообще-то вопрос поклонения. И когда мы говорим о Божьей печати, то есть это должно быть каким-то особенным личным знаком, знаком и авторитетом какой-то личности. То есть кто-то имеет эту власть и он может ставить этот знак. Мы знаете, что как сегодня, так и в древние времена печати удостоверяли подлинность официальных каких-то документов. Сегодня если мы имеем даже какую-то бумагу, но если там нет мокрой печати, эта бумага не имеет никакой силы. То же самое и в древности. Поэтому сегодня печать, то есть к примеру, если взять печать любого президента любой страны, в каждой печати есть три элемента. То есть какие? Это имя, титул и территория. Если взять к примеру даже президента нашей страны, то есть Молдова, к примеру, имя Майя Санду, это титул президент и территория, она является президентом только Республики Молдова, то есть она не может быть президентом всего мира. Здесь и каждый президент любой своей страны тоже имеет имя, титул и территория. Поэтому в грядущем кризисе, который мы с вами вовлечены сегодня, это вопрос связан с поклонением. И все человечество будет подвержено именно принятию или печати Божией, но Бог не заставляет, Бог сначала открывает, как мы говорили сначала, Слово Божие открывает нам истину от лжи, то есть помогает нам увидеть эту истину. Но верные Божьи дети никогда не подадутся давлению этого мира, то ли начертания зверя, которые будут людей заставлять принимать. То есть, как было сказано, разумом человек понимает, то ли из страха, то ли по убеждению он принимает вот это начертание, и поэтому он будет так иметь определенное привилегия. Вы сказали о том, что печать Божия связана с авторитетом Бога. Да. И если человек признает этот авторитет, то в чем выражается в его жизни то, что он принимает авторитет Бога или какой-то другой личности? Ну, я могу поделиться своим личным опытом. например, в семье человек имеет авторитет. Да. Вот я кто в доме хозяин. Хозяин, да? Да. Вот как вы определяете авторитет или полномочия в семье? Наверное, в каждой семье, да, есть авторитет отца, как, да, глава семьи, есть авторитет мамы, как, да. Спасибо. Но если есть какие-то правила, допустим, отец сказал. Как узнать, что отец или муж в авторитете? Если все члены семьи соблюдают то все, те правила, которые сказал отец, допустим. если он сказал, если он уважаемый, то все будут с любовью, наверное, с радостью. А если эти правила или нарушаются, то это говорит, что он потерял уже авторитет. А как это может быть связано с авторитетом и выражением нашего поклонения с Богом? Вы знаете, наверное, Божья печать, она должна иметь свое отражение в определенной истине или в Божьем законе. Да, если мы знаем, что Бог написал то, что написано Божьим перстом, это все 10 заповедей, которые есть. И что интересно, что именно если изучать все заповеди, то мы придем к решению и убедимся в этом, что Божья печать находится в середине этого Божьего закона четвертой заповеди. То есть, когда Иисус говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Другими словами, если мы хотим поклониться Богу, то наше поклонение выражено в том, что мы ответственно относимся к тем словам, которые говорит, тем правилам, которые... То есть, авторитет Божий отражается... Признание авторитета Божия выражается в том, что мы подчиняем свою жизнь тем законам и правилам, которые Он дал. Вы сказали о 10 заповедях. Скажите, а если 10 заповедей это печать, то какие элементы? Вы сказали, что печать должна иметь элементы. Три элемента. Имя, титул и территория. В какой заповеди мы можем найти вот эти элементы, чтобы сказать, что вот эта заповедь как раз и есть тот знак нашего посвящения и поклонения. Да, именно здесь в законе Божьем в 4 заповеди мы можем найти эти элементы. Давайте прочитаем. Почему? Пожалуйста. Прочитаем. Исход 20 глава из 8 стиха. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Именно вот в этих стихах, этой заповеди мы находим все эти три элемента настоящей печати. первое, имя того, кому принадлежит печать, так как вы уже сказали раньше. То есть Господь Бог твой. Господь. Второе, второй элемент его титул сотворивший, то есть творец, он является как творец Бог. И третье его территория небо и земля, море и все, что в них. То есть мы бы уже говорили, что в Библии и печать еще есть и другое слово знак. Вот эти два слова, они взаимозаменяемы. Но именно соблюдение субботы это знак нашего посвящения и верности нашему Создателю и Спасителю. Спасибо. То есть если можно вот иногда Библия то есть называет еще печать как знак. Вот апостол Павел Римлян 4.11 говорит и знак обрезания он получил как печать праведности через веру. То есть знак как печать или печать или знак. То есть она имеет тоже и не об этом ли говорит Господь как говорит, что суббота это знамение знак между мною и вами что я Господь Бог ваш а вы народ мой. Иезекииля 20.20 И светит субботы мои чтобы они были знамением или в другом знак или печать между мной и вами дабы вы знали что я Бог ваш. Спасибо. Но мы знаем у нас есть много друзей искренних христиан в разных динаминациях которые скажут что я люблю Бога не только в субботу и я чту его не только в субботу можно любить Бога и в другой день какая разница когда я буду его чтить и соблюдать для Бога все дни равны и важно чтобы всю жизнь признавать его авторитет насколько важно соблюдать библейскую субботу потому что у человека может быть в субботу появляются какие-то дела или работа или учеба и он в одну субботу может соблюдать а в другую может и не поучиться ввиду каких-то обстоятельств насколько это важно в контексте великой борьбы и как вы понимаете в вашей жизни почему вы это делаете знаете да если мы касаемся вот этого вопроса то Бог не только дал эту заповедь но что интересно вот если обратить внимание на все остальные заповеди заповедь не поклоняйся чужим богам да не произноси имя Господа Бога твое но прасно не убивай не прелюбодейся и так далее но что интересно смотрите все эти заповеди говорят нет но четвертый заповедь Бог почему-то все время говорит помни то есть он знал как памятник да как памятник это памятник во времени Бог напоминает люди добрые помните о том об этой заповеди почему потому что именно эта заповедь говорит о том кто мы кто нас создал и куда мы направляемся потому что знаете сегодня есть еще теория эволюции то есть люди многие к сожалению верят что мы произошли от обезьяны но именно а как можно доказать или говорить о том что мы от обезьяна а вот эта заповедь говорит кто мы почему он должен помнить день субботний ибо в жизни Бог создал нашу планету землю и человека Бог создал человека не по подобию обезьян но по своему образу и подобию и потом Бог говорит помнить этот день то есть важно соблюдать этот день для того чтобы мы придя проявили именно вот эту благодарность и почет этому Богу который меня создал он дал мне жизнь и я хочу благодарить я хочу приходить в этот день субботний для того чтобы иметь эти тесные отношения или общение с ним для того чтобы получить ту силу те благословения которые нуждаются для того чтобы мог идти по жизни а отношения с Богом вы можете и в другие дни иметь да каждый день но суббота это наверное не только возможность иметь отношения которые мы можем иметь каждый день но это демонстрация внешняя демонстрация знак демонстрации кто мой карьер Наших убеждений и того, кто наш авторитет. И это возможность засвидетельствовать, во что мы верим и почему мы это делаем. В вашей жизни приходилось демонстрировать свои убеждения через соблюдение этого заповедия? Да, приходилось. Даже тогда, когда я узнал эту истину, ознакомился с истиной, и я убедился, что так написано. Я понял, что четвертая заповедь суббота — это Божий заповедь. То же самое, как заповедь «Не убивай» или «Не кради» и так далее. Это Божий заповедь. Да, я, будучи офицером, который работал в органах, я пришел к своему начальнику и сказал, «Господин начальник, господин полковник, я узнал истину, знакомился с истиной, и я больше не смогу нарушать Божий закон». Он так посмотрел на меня, как бы в недоумении, и он говорит, «Слушай, капитан, ты посмотри на меня, я твой закон. Да, что я прикажу, то ты должен исполнить». Я сказал, «Так точно, но я смогу выполнить все ваши приказания, но только до закона Божьего». Для меня больше авторитет является Бог, потому что Он так сказал, «Я уважаю вас, потому что вы мой начальник, я готов выполнить все, но я не могу нарушить тот закон, который Бог мне говорит, не убивай, примерно, или же помни день субботний». Для меня это важно. И чем грозило вам такое? Он тогда, «Если так, то я не нуждаюсь таких сотрудников». То есть Он готов был меня уволить. Я сказал, «Хорошо, нет проблем, я готов написать рапорт об увольнении, но я не нарушу этот закон, потому что для меня было очень важно соблюдать этот принцип. И не только этот, но и все остальные, которые Бог говорит. Потому что некоторые сегодня говорят, «Ну, какая разница, суббота или воскресенье?» А какая разница, можно сегодня соблюдать воскресенье, а завтра в субботу или в другой день, в другие пятницы. Но есть авторитет. Но Библия ясно говорит, Бог говорит, «Это мой день, во святой день мой». То есть есть традиция, есть человеческие установления, есть библейский авторитет. И наш выбор, он связан с тем, кто у нас в большем авторитете. Здесь нет золотой середины. Традиции, да. Или традиции, или люди, или библейский взгляд. В жизни каждого человека, христианина, верующего человека, бывают испытания его веры. Человек может верить, но бывают обстоятельства, когда человек искушен поступиться принципами своей веры. И тут вопрос, что человек, как в вашем случае, это может быть работа, карьера, обеспечение семьи. Может быть, у кого-то другого это возможность продолжать. Учеба даже. Да, про учебу. Я узнал о субботе на втором курсе медицинского учреждения. И написал заявление, и пришел в учебный комитет руководителям сказать о том, что я по субботам учиться не смогу, буду отрабатывать, буду сдавать, но приходить я не буду, потому что я так вот прочитал Библию, так верю. Они сначала удивились, улыбнулись, а потом начали возмущаться. И говорят, мы, говорят, а родители твои знают об этом? Ну, родители еще не знали. А они говорят, ну, а ты хочешь получить хороший диплом? Говорю, да, но как бы это не самое важное. Но ты, говорит, не только хорошую не получишь, ты вообще не получишь диплома. И потому что мы тебя исключим не за то, что ты верующий, а за то, что ты пропускаешь учебу. И тоже вопрос был такой, ты должен выбрать, вот ты должен определить, что для тебя важнее. Или твои убеждения, которые вот у тебя появились в Библии, или вот правила нашего учреждения. У нас такие правила, у нас не бывает заочного. И вот я должен был выбрать, сделать выбор. И вы должны были сделать выбор. И каждый в своей жизни должен когда-то сделать выбор. Или кого слушать, кому повиноваться. И ты понимаешь, что каждый выбор имеет свою цену. Или учеба, или карьера, или работа, или выгода. И даже семья. Потому что тогда, когда я принял это решение, у меня стоял вопрос не только на работе, но даже супруга, она готова была подать на развод. Какая суббота? Весь мир празднует в воскресенье. То есть мы родители, наши предки, о чем ты говоришь. То есть понимаете... Или я, или твоя суббота. Да, или я, или суббота. Или Галина, или суббота. И так стоял вопрос. И я выбрался, в тот же день, когда я заключил завет с Богом, она пошла и подала на развод. Потому что для нее было важно, как. Все так, а ты что. Но все-таки, конечно, Бог дал силы. Вопрос. Оно стоит того? Почему? Вопрос, почему риск потерять расположение человека, с кем ты прожил, или родителей, или работали, или еще бы, оно стоит? Почему? Вы понимаете, об этом много можно говорить, но, к примеру, мы можем говорить сегодня о каком-то человеке, то же самое, о Боге столько. Но если я этого человека или Бога знаю столько, насколько я смогу ему доверять. Столько, насколько я его знаю. Поэтому на тот момент я имел такие отношения с Богом. Я знал, что Бог реальная личность в моей жизни. И я не мог подвергнуть, то есть не хотел огорчить своим поведением, своей жизнью, той моего Бога, который для меня стал авторитетом. Поэтому я сегодня ни на мгновение, ни на минуту не сомневаюсь и не разочарован в том, что я сделал такой выбор. Почему? Потому что для меня Бог сегодня тоже тот же авторитет. И я чувствую, насколько Он реален и любит меня, помогает мне в моей жизни, в моей семье. К счастью, мы так и не развелись, потому что Бог повлияло на сердце супруги. Это была другая история. Но Бог действительно сегодня совершает чудеса в жизни тех людей, которые... Не оставляет. Да, который... Он становится для них авторитетом. Это тогда Бог своих детей. И вот как мы сегодня читаем, что те, которые поклонятся сотворившей небо и земли, и море, источник, вот, они будут радоваться, они будут победителями. Но написано я другой. А те, которые примут начертание зверя, написано, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовим чаши гнева его. Опять же, выбор зависит от кого? От каждого из нас. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, мы должны обращаться к источнику истины, к Слову Божьему, то есть Библии. Спасибо. Вначале мы прочитали в пророчестве книги Откровения о печати Божьей и о начертании зверя. А что значит это начертание зверя? То есть печать — это отиск оригинала. А что такое начертание? Как понять это слово начертание? Ну, знаете, когда мы говорим об оригинале, для нас оригинал является, если в контексте нашего урока сегодня, нашей темы сегодня, то оригинал — это суббота. А начертание — это подделка, это воскресенье, это другой день поклонения. В жизни, когда нет печати, люди, чтобы придать авторитет документу, они рисуют. Рисуют, да. И оно очень похоже. Оно может иметь все те же элементы. Они могут быть очень похожи. Доверие за... Но специалист, он определит, это подлинность или это фальсифика. Но это сделано человеческой рукой. Начертание — это то, в чем есть человеческое участие. Печать — это то, что не нуждается в дорисовывании. Это авторитет. Это вечный. И оно всегда такое. И смотрите, что очень важно, Бог сегодня помогает человеку добровольно понять и принять подлинность, оригинал, то есть истины, которые Бог открывает нам в Своем Слове. Но когда придет время, то есть это время не за горами, когда людей будут заставлять принимать ложную субботу, или же не подлинное, а фальшивый день поклонения. Можно ли сказать, что люди, которые сегодня соблюдают воскресенье, они приняли начертание звери? Сегодня нет. Почему? Потому что сегодня есть свобода вероисповедания, то есть человек вправе выбирать. Тогда, когда будет издан закон о воскресном, не о том, чтобы мы обязаны соблюдать, вот тогда каждый человек сделает свой выбор. И если я или из-за страха смерти, что я не смогу, то есть меня посадят в тюрьму, или могут даже казнить, или я не смогу ни покупать, ни продавать. И некоторые люди подадутся этому влиянию, если они не будут... Что говорит Библия о том, как сатана будет принуждать мир принять начертание? Что будет использоваться для этого? Для этого будут и пугать людей, допустим. Что Библия об этом говорит? Книга Откровения. Давайте прочитаем тогда, да? 16-17 стих, мы уже говорили. 17 стих. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. То есть мы не будем иметь права ничего. То есть мы даже пойти в магазин, купить что-то мы не сможем, потому что карточки наши будут заблокированы. Это все будет... Нам трудно представить, как это будет происходить. Но опыт ковида показывает, что в один день это все может измениться. И какие-то сбои электронные показывают, что может заблокироваться все. А здесь целенаправленная блокировка действий, свобод, экономических свобод, перемещения человека, который не подчинился какому-то указу, а в данном случае это всемирному указу о том, чтобы люди соблюдали тот день, который не является авторитетом. И вот здесь как раз и определится. Человек будет знать, он должен будет принять решение, чей авторитет для него важнее. Ну, знаете, как бы это ни было, но если мы доверим свою жизнь Богу, если мы будем уповать на Бога, то Бог даст силы при любых испытаниях и искушениях. Только на Него мы можем полагаться. И вот это самые вопросы страхи, опасения. Смогу ли я устоять, когда я не смогу ничего не купить, и когда будет угроза моей свободы, моей жизни? Не останусь ли я одним, одинок перед лицом вот этого давления экономического, политического, физического угроз? Как человеку пережить вот в этом финале великой борьбы, пережить вот это противостояние и остаться верным? Если мы помним то великое обетование, которое Господь Иисус вставил своим ученикам, когда Он сказал, что дана Мне всякая власть на небе и на земле, и Я наделяю вас этой же властью, идите и научите все народы. Открывайте людям истину. И когда люди будут принимать истину, то есть будут научены, то тогда что делаете? Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя Он говорит, вы будете встречать сложности, трудности, гонения, будут многие проблемы. Но последнее, что Он обещает своим ученикам, и помните, Иисея с вами во все дни до скончания века. То есть Господь обещает свою поддержку своим детям, своим последним до последнего дыхания. А что произойдет с Вавилонской этой системой, системой заблуждений? Да, а вот Третий Ангел говорит, и Пал, Пал, то есть Вавилон, блудница, которая напоила все народы. Они все будут истерплены, то есть они исчезнут, то есть они погибнут. То есть человек, понимая о том, что он не один, что Бог с ним, это дает ему и надежду, и силы, и Бог обещает и Духа Святого излить. Он говорит, я с вами до конца, и у меня есть силы. Кто-то говорит, у меня сила, у меня авторитет, но Бог говорит, мне дана всякая сила. И еще в одном месте в Библии говорит, что все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Так что если мы будем полагаться на Бога... Как закончилось ваше противостояние, испытание вашей веры в связи с работой? Знаете, в итоге, конечно, была большая борьба, и опять же для меня был важен то, что говорит Бог. Но знаете, когда я все-таки сделал то, что я должен был сделать, я придерживался принципов, то Бог изменил, почему-то смягчил сердце моего начальника, он потом согласился, сказал, хорошо, я понимаю тебя, я не знаю почему, откуда это, но я понимаю, что это только влияние Духа Святого, то есть Бог повлиял на его сердце. И я остался на работе, даже повысил меня в должности и звание. Да, потом и супруга повернулась лицом, то есть, да, тоже имела борьбу, но не только это, то есть это было противостояние, и мои родители отказались, и брат. Но опять же, когда я доверился Богу и сказал, Господи, я сделал то, что я смог, для меня ты остаешься авторитетом, то есть моим Богом. То Бог, увидя то, что я сделал, он повлиял на сердца остальных людей, и все остались сегодня очень рады, благодаря Богу за его влияние и за его благословение. Вы в своей жизни испытали верность Божьего обетования. Амин, да. Дорогие друзья, сегодня благоприятное время. Никто не угрожает, слава Богу, нашей жизни, нашей свободе. Нет экономической санкции для тех, которые принимают авторитет Библии. И сегодня, когда есть благоприятная возможность, почему бы нам, читая Священное Писание, не осознать о том, что соблюдение библейских принципов заповеди есть выражение нашей любви, нашего уважения к авторитету нашего Господа. Помните о том, что соблюдение библейской субботы, о которой говорит Четвертая Заповедь, это не просто еще один день отдыха или возможность встречаться с Богом, но это внешняя демонстрация того, что авторитет Бога, Библии и истории о творении для нас выше, чем то, что говорят люди или какие-то системы. Мы призываем вас выбрать Господа и быть верны Ему. А Бог обещает дать силу присутствовать, помогать и поддержать даже в трудных обстоятельствах нашей жизни. Приглашаю об этом молиться. Отец Небесный, мы так благодарны, Господи, за Твое Святое Слово, которое Ты оставил человечеству для того, чтобы мы могли узнать истину и могли различать, где истина и где ложь. Благодарим, Господи, за Твои обетования, которые Ты оставил, опять же, на страницах Священного Писания, что Ты не оставишь нас одинокими. Господи, мы живем в особенное время, и мы понимаем, что на этой земле грядут серьезные потрясения, особенно, что касается вопроса поклонения. И сегодня мы имеем возможность, Господи, укрепиться в этом Слове, в этой истине, дабы тогда, когда придут эти испытания, чтобы мы могли устоять. Помоги нам, Господи, откройся тем людям, которые на пути исследования, которые ищут истинный путь, и помоги, чтобы они могли также избрать Тебя как истинного авторитета своего поклонения, соблюдая все заповеди, в том числе и четвертую заповедь, как истинный день поклонения, для того, чтобы оставаться верным Тебе и быть приготовленным к славному Дню Твоего Второго Пришествия. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы искренне благодарны за то, что вы были внимательными участниками не только обсуждения, но оставались до конца вместе с нами. И желаем, чтобы Господь обильно благословил вас, вашу семью, ваших детей, родных и близких, хранил вас, даруя вам силы, здоровья, твердости и верности нашему Господу. Всего доброго, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok